Тише воды, ниже травы. Сидел бы в нашей стране Дэн Голдфарб, марихуановый король. А на Западе он уважаемая личность. Предприниматель сделал себе состояние на препаратах для домашних животных с этим самым растением. Эти бады не содержат изменяющих сознание человека веществ, и поэтому Голдфарб смог продавать их фактически повсеместно. Питомцы в восторге, так что бизнес идет прекрасно. А теперь миллионер решил сделать добро и людям. Он превратил собственный дом в храм Каннабиса и устраивает там вечеринки для травокуров в столетнем особняке в Калифорнии, за который пришлось заплатить 5 миллионов долларов. Жить там вдвоем с женой оказалось скучно, а в Калифорнии как раз и разрешили употребление марихуаны в развлекательных целях. Но главный бизнесмен, который получает прибыль от легализации – государство. Например, штат Колорадо в год получает до 70 миллионов долларов в виде налогов от продавцов легких наркотиков. Ох уж этот задувающий Запад. Эксцентриссима. Эксцентриссима.